Политок онлайн в эфире. Здравствуйте, я Инга Мизеря. Со мной на связи Игорь Яковенко. Игорь, я вас приветствую. Здравствуйте. В России помимо военных, которые погибают в Украине, как-то умирает большое количество каких-то значимых, высокопоставленных людей. Мы несколько месяцев назад наблюдали за тем, как газпромовцы, как представители больших банков вдруг то кончали с собой, то их какие-то страшные болезни вдруг забирали. И вот последняя какая-то достаточно абсурдная смерть, если подтвердиться, что это так. Произошла вот в Тульской области замдиректора секретного НПО Коноплев погиб. Как вы думаете, что вообще происходит в России? Поскольку по каждому из этих событий нет серьезных расследований, ну по крайней мере мне они не знакомы, то здесь, конечно, могут быть разные версии, но тем не менее, когда это достаточно большое отклонение, ну то есть вот в обычной жизни так часто самоубийством не заканчивают высокопоставленные генералы, например, или высокопоставленные чиновники, или успешные топ-менеджеры Газпрома. Обычно так не бывает. А здесь вот просто какой-то падеж. Значит, ну примерно что-то подобное мы наблюдали, когда, значит, вот в момент крушения Советского Союза стали выпадать из окна регулярно руководители, ну вот руководители управделами ЦК КПСС. Это было связано, как выяснилось, с серьезной борьбой за деньги партии, то есть за те средства, которые, значит, КПСС отправляло за границу для поддержки, значит, международного рабочего и коммунистического движения. В значительной степени это были средства, которые использовались Комитетом Госбезопасности для организации терроризма за пределами Советского Союза. И борьба за эти средства, она началась и привела к тому, что вот те люди, которые организовывали эту передачу, они, в общем-то, стали жертвой, жертвой характера. Значит, сейчас новый такой передел совершенно очевидный, потому что, в общем, в воздухе чувствуется, так сказать, распадом Российской Федерации. И, в общем, основные средства сейчас это не деньги партии, а деньги Газпрома. И, естественно, вот сейчас происходит такая вот попытка борьбы за эти деньги. То есть в основе лежит, так сказать, передел вот этих вот средств. Кроме того, происходит определенное изменение в вооруженных силах, происходит чистка вооруженных сил, большое количество отставок, большое количество, ну, происходит, в общем, короче говоря, чистка определенной элиты. И она происходит разными способами, как путем отставок, так и путем уничтожения. То есть происходит вот такая вот борьба бульдогов под кремлевским ковром. Этим объясняется большое количество смертей высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров и генералов. А вот, опять же, этот Коноплев, да, его же предприятие, которым руководило, оно занималось оружием для сухопутных войск, авиации и ПВО. О, как вы думаете, это вот есть некий другой намек для остальных руководителей предприятий из военного комплекса, да, когда вот, например, в Иране пока Россия не смогла купить беспилотники. То есть мы видим, что вот то, возможно, что Путину приносили на блюдечки, как великая военная промышленность, оказывается, ну, не совсем такой. Ну, во-первых, скорее всего, Иран уже и не сможет, даже если примет решение предоставить Путину беспилотники, даже если это решение примет, то уже не сможет это сделать. Ну, потому что, как известно, удар Израиля по этому заводу, который изготавливают беспилотники, скорее всего, создаст проблему самому Ирану в производстве этого современного оружия. Так что здесь уже, мне кажется, эта тема не очень актуальна. Что же касается серьезных проблем для российского сектора экономики, производящего оружие, то действительно доказано уже, что не только российская армия не является второй армией мира, далеко не второй, не третий, видимо, может быть, даже не входит в первую десятку армии мира, но и российская военная промышленность не является эффективной, поскольку действительно вот то, что производит Россия, ну, показала ситуация на Украинском фронте, когда какие-то восемь хаймерсов успешно не просто противостоят, а навели просто панику в российской армии, которая вооружена сотнями и сотнями артиллерийских орудий, ракетных орудий, которые выпускает российская промышленность. То есть неэффективность этой промышленности просто доказана на практике. И, безусловно, идет серьезное разбирательство, ну, в том числе, возможно, и вот такими способами. Я хочу обратить внимание на один из выпусков программы «Соловьиный пометка», когда было обсуждение, что надо сделать для того, чтобы повысить эффективность военной промышленности. И Соловьев с ностальгией вспомнил Берию, который, значит, приехал на военный завод, который выпускал гаубицы, и спросил, когда будет новая гаубица. Ему, знаете, сказали, ну, где-то года через полтора, в лучшем случае. На это Берия как бы, ну, это легенда, может быть, а может, действительно так и было. Достал пистолет и выстрелил в голову, значит, этого директора завода. Пуля прошла рядом, после чего Берия убрал пистолет и сказал, что я приеду через неделю, и если гаубица не будет готова, то на этот раз я не промахнусь. Ну, это с восторгом было воспринято. То есть, вот такими методами, это ностальгия по тем методам, которыми якобы, понятно, что производство не может зависеть от выстрелов в голову. Ну, понятное дело. Но именно такие методы сейчас являются ностальгическими для значительной части путинской обслуги, вот вспоминая это. Поэтому не исключено, что просто вот таким образом осуществляется ротация. Ну, или это доведение до самоубийства путем нажима, либо это действительно убийство. То есть, на самом деле, вот не в силах, поскольку, на самом деле, общая политика внутри страны такова, что ученых арестовывают. Ну, знаменитое, самое громкое событие, печальное, это убийство фактически физика Колкера. Значит, в результате свыше 200 тысяч после 14 февраля, свыше 200 тысяч российских ученых, творческих работников, программистов уехали из России. Поэтому, ну, вот остались Соловьевы, там, Мантуровы и прочие люди, которые ничего делать не умеют, умеют только патриотически орать. Ну, вот поэтому, так сказать, остаются вот такие вот методы давления, которые, конечно же, ничего не дают. Сейчас мы говорим о том, что «Хаймерсы» работают очень хорошо, Америка довольна тем, как наши военные используют эту технику. Но вот последнее заявление было о том, что все-таки те, которые на 300 километров работают, снаряды нам давать не будут. И вот Байден не хочет мировой войны. У меня к вам такой вопрос. Понимая линию вот не на юге, например, не на востоке, а именно ближе к северу нашей страны, тоже Харьковскую область или Черниговскую или Сумскую, 80-километровых боеприпасов достаточно, чтобы нанести удары по складам и еще чему-то на территории Российской Федерации. Мы этого не делаем просто потому, что мы этого не делаем, а потому, что мы это не можем. Плюс есть все-таки украинское вооружение или вооружение наших партнеров, которое тоже способно доставать на российскую территорию. Почему так принципиально не давать нам это оружие? На самом деле вы ответили на этот вопрос. Действительно, пока, по крайней мере, Соединенные Штаты Америки и все страны НАТО, в общем-то, не настроены на то, чтобы вступать в прямое боестолкновение с российской армией, потому что действительно боятся, что в этом случае будет мировая война, в этом случае возможно даже применение ядерного оружия. Этого, естественно, не хочет никто. Насколько реально применение ядерного оружия Путина, это отдельный вопрос. Я считаю, что вероятность этого крайне невелика. Но, тем не менее, такое опасение у Запада есть, поскольку, в общем-то, большинство западных экспертов, в том числе психиатров, оценивают психическое состояние Путина как крайне неудовлетворительное. Поэтому, что в очередной раз произойдет в этой безумной голове, предсказать сложно. Но, значит, в основном этот мотив. Этот мотив, и, ну, насколько я считаю, что этот мотив, он, в общем-то, достаточно несостоятелен, потому что создавать такие правила игры, когда Россия может совершенно свободно бомбить украинские города, убивать на территории, стирать их с лица земли, как это произошло, например, на территории Донецкой и Луганской области, когда целый ряд городов был просто стерт с лица земли. Ну, а Россия, Украина, в свою очередь, странным образом запрещается наносить ответные удары по территории России. Это очень странная война получается, такая очень асимметричная, односторонняя, когда агрессор может все, а жертва агрессии должна, так сказать, ну, условно говоря, это боксерский поединок, при котором, значит, одна сторона может наносить удары кулаками и ногами по любой части тела, по голове, в пах, там, куда угодно, а вторая сторона должна работать в мягких, в больших перчатках, в подушках, так сказать, и наносить удары только по корпусу, так сказать, ни в коем случае не попадая в голову, там, в другие уязвимые части тела. Это, на самом деле, безумие, и в конечном итоге это, конечно же, будет изменено. Я нисколько не сомневаюсь, что настанет момент, когда Украина снимет с себя вот эту вот табу, которая в значительной степени, в том числе, навязана Западом. Я считаю, что Украина имеет полное право наносить удары, ответные по территории России, и это, ну, по крайней мере, не по жилым кварталам, а именно по военным целям, уничтожая военные цели на территории России. Они являются абсолютно законными целями, объектами для уничтожения, потому что если с территории, тем более, когда с территории России наносятся такие удары. Понятно, что в ответ Украина имеет полное право уничтожать эти объекты на территории России. Другой вопрос, ну, это отдельный вопрос, значит, вопрос о, до каких границ должно двигаться то контрнаступление, которое, так сказать, ну, я нисколько не сомневаюсь, что будет состоиться в том случае, если западная военная помощь будет поступать в соответствии с их обязательствами. Вот это вот вопрос. Вот здесь есть вопрос. Должна ли украинская армия заходить на территорию России, скажем, переходить границу 1991 года? Это вопрос. Еще отдельный вопрос. Должна ли вот сейчас прямо Украина ставить задачи, как это было поставлено цель Зеленским, в том числе освобождать Крым? Это вопрос. Я не утверждаю, что этого нельзя делать, но это просто, по крайней мере, вопрос. Потому что, действительно, здесь, ну, Крым не только Путиным, но и значительные части россиян воспринимается, как уже территория России. Кстати говоря, целой частью, значительной части населения Крыма. Поэтому это не... Я не утверждаю, что этого не надо делать. Просто вопрос, надо ли это делать сейчас. Освобождать Крым военным путем. Или, так сказать, оставить это на следующий период. Но вот, значит, что касается ударов по российской территории, уничтожения военных объектов, находящихся на российской территории, я считаю, что Украина имеет абсолютно полное и законное право. И чем скорее она начнет реализовывать это право, тем лучше. Ну вот, что касается, например, опасений наших международных партнеров в том, ядерный удар, тут ведь есть такой момент. Ведь постоянно декларируется о том, что ныне оккупированные части вот всех областей будет проведен, скорее всего, референдум. Да, об этом говорят гауляйтеры, которые там сейчас находятся, и присоединен к Российской Федерации. Причем мы же помним, как было с оккупированной частью Луганской и Донецкой областей. Они признавали эти квадьи государства в границах полной Луганской и Донецкой областей, а не только той части, которую они оккупировали. Таким образом, одно село в Сумщине может стать Сумской народной республикой, Черниговщине, Харьковщине, и так, собственно, везде по границе. После этого полукраины объявляется в составе Российской Федерации. Мы говорим, что мы, не имею в виду, Россия говорит, что вот теперь они под защитой ядерного оружия, и мы должны освободить оставшуюся часть наших областей, потому что какое-то село хочет быть с нами, и это доказано вот Сумсковым референдумом. Чего тогда боится мир, если у Путина будет желание нанести ядерный удар, он его все равно нанесет? Ну, здесь есть все-таки существенная разница. Понимаете, можно там, я не знаю, провести среди какой-то группы населения в Вашингтоне референдум о присоединении Соединенных Штатов Америки к России, и на этом основании заявить о том, что Россия защищает законную территорию, свою, так сказать, американщину. Это настолько абсурдно, что это не встретит ни особого какого-то понимания внутри России, ни в мире. Это будет абсурдное заявление, безумное совершенно. Поэтому здесь есть довольно существенная разница. Дело в том, что, ну скажем, Крым, он в значительной степени на сегодняшний момент переварен. И до вот этого референдума фейкового под дулами автоматов, до референдума 2014 года значительная часть населения Крыма в принципе относилась лояльно по отношению к России. Донецкая и Луганская область, по крайней мере, те ее территории, которые находятся в составе бандформирования ДНР и ЛНР, там население тоже было в значительной степени заменено. Население лояльное к Украине, законной власти украинской, оно оттуда сбежало. Там, то есть, произошла вот такая замена населения. Ну, собственно говоря, как и в Крыму, откуда, значит, украинские патриоты уехали, естественно, не желая жить под властью оккупантов. И поэтому осталось, большое количество приехало из России, и произошла вот та самая замена населения, которая привела к тому, что сейчас, в настоящий момент, население Крыма, безусловно, является лояльным, во многом является лояльным по отношению к России и нелояльным по отношению к Украине. И вот, ну, здесь, в общем, есть какие-то, так сказать, предпосылки для того, чтобы считать эту территорию своей, хотя она оккупирована, она не признается никем, кроме, там, России. Извините, я, извините, мой вопрос был не к этому, вопрос к тому, что для России юридически. Они говорят, вот это наше, все. Нет, секундочку. Юридически я предлагаю забыть. Просто забыть. Для России юридически, это звучит, понимаете, как там юридические основания того, что амеба поглощает, значит, более мелкие частицы. Вот не надо про юридически, да. В России нет права, нет никаких юридических оснований. Она захватывает чужие территории, потому что она может это делать. Вот и все. Никаких юридических оснований для этого не надо. Значит, но существует просто обстоятельство факта. Вот в Хевсонской области население, безусловно, ну, об этом свидетельствует и партизанское движение, и Хевсонская область не переварена пока. Она только начинает перевариваться. Если сегодня даже Украина не успеет до 11 сентября, потому что референдумы назначены на 11 сентября, значит, если Украина не успеет Хевсонскую область освободить до 11 сентября, то даже в этом случае, в общем-то, понимаете, россияне, хотя им внушают, что вот Херсон наш, Одесса наш, там Киев наш и так далее, но россияне в основном все-таки не воспринимают эти области как свои, тем более, что население против. И в данном случае вот какое-то, даже внутри России, основание для того, чтобы устраивать какую-то дикую истерику по поводу, значит, того, что Украина освобождает свои собственные земли, этого не будет. То есть, значительная часть населения российского, она считает, что, ну да, это вот мы там завоевываем, молодцы, но если, так сказать, Украина отвоевывает эти области, то это будет восприниматься просто как поражение Путина, как то, что вот Акела промахнулся, но никак не посягательство на российскую землю. Конечно, есть какое-то количество идиотов, которые считают, что и Аляска наш, и Польша нас, и Финляндия наш, но это очень небольшое количество идиотов, которые, так сказать, ну тяжело больны вот этим имперским синдромом. Основная масса все-таки понимает, что Украина есть Украина. Поэтому я не думаю, что, значит, вот эти фейковые референдумы, которые можно вообще провести в любой части Украины, захватив там какое-то отдельное село и заявив о том, что это вся область. Я не думаю, что это будет. В конечном итоге все будет решаться на поле боя. В конечном итоге. То есть, когда вы упомянули юридические основания, то в условиях полного отсутствия права в России, в условиях того, что международное сообщество не воспринимает все это как законную территорию России, и в условиях того, что население само этих регионов не считает, значит, не отторгает полностью оккупацию, в этой ситуации все будет решаться только на поле боя. В конечном итоге все будет решать соотношение сил и результаты боя столкновений. Значит, в случае, скажем, перехода границы, ну да, здесь может быть включена, так сказать, истерика, что вот оккупация, вот, так сказать, вторглись, и, скажем так, для пропаганды будет создана, имеется в виду российской пропаганды, милитаристического угара, будут созданы более благоприятные условия. Поэтому я полагаю, что идеальным вариантом, так сказать, для Украины это будет нанесение тяжелого военного поражения, разгрома военной группировки вторжения и отбрасывание российской группировки вторжения до границ 1991 года. Возможно, кроме Крыма, возможно, кроме Крыма. Крым должен быть освобожден после того, как Россия развалится. Потому что я думаю, что следующим этапом будет развал России после вот этого тяжелого военного поражения. И вот после этого можно вести разговор об освобождении Крыма. Вот мне кажется, идеальная линия развития событий именно такова. Опять-таки, это мое предположение. Мы видим, что последние 8 лет активно очень Российская Федерация раздавала и принудительно во многом российские паспорта гражданам Украины на оккупированных территориях. Сейчас у нас в Министерстве и Верховной Раде обсуждается законопроект о том, чтобы ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта. Пока у нас по закону гражданство единое, украинское, но люди получают другие паспорта. Если их ловят, то это административное правонарушение. Вот по поводу российского речь идет именно о том, чтобы это было уголовное. Как вы думаете? Мы не знаем, проголосуют это или нет. Мы не знаем, в какой редакции в конце концов он будет. Но вообще, как идея, это убережет жителей оккупированных территорий от того, чтобы получать русские паспорта? Будут они думать 10 раз перед тем, как идти? Довольно сложный вопрос, потому что на самом деле это вполне закономерное решение, если оно будет принято. Но оно, мне кажется, носит в большей степени идеологический характер. Потому что, скажем так, на территории подконтрольной законной власти Украины, я думаю, что никому в голову не приходит, за очень-очень редким исключением, это какие-то девиантные случаи, но никому в голову не приходит, получает российский паспорт. Паспорт страны-агрессора. Что же касается оккупированных территорий, то все зависит от того, насколько самоощущение того населения, которое находится на оккупированных территориях, оно показывает, что это надолго. Если вот есть ощущение, ну скажем, в Крыму очень многие получили российские паспорта, потому что есть у крымчан, у нынешнего, замененного в значительной степени населения Крыма, есть ощущение, что это навсегда. Об этом говорит российская пропаганда, ну и внутреннее ощущение того населения, которое сейчас осталось в Крыму, оно таково. Поэтому здесь сложно, так сказать, думать, что никакого эффекта уголовной ответственности за получение российского гражданства не будет. Точно так же в Луганской и Донецкой области, по крайней мере в тех территориях, которые находились в составе бандформирования ЛНР и ДНР, то тоже, скорее всего, какого-то серьезного эффекта здесь не будет. Что касается вот вновь захваченных территорий, оккупированных территорий Луганской и Донецкой области, то я вообще не знаю, сколько там осталось населения, потому что в значительной степени города и поселки разрушены, население сбежало. Но для этих людей, которые находятся сейчас под оккупацией, импульсы какие-то, которые доносятся с украинской стороны, они, скорее всего, не очень доходят. Поэтому тоже особого эффекта нет. Вот что касается вновь захваченных, вновь оккупированных территорий, имеется в виду Херсонская область, Запорожская область, то здесь, да, скорее всего, это решение будет серьезным предупреждением. Потому что все-таки там, на мой взгляд, есть понимание, естественно, там никаких опросов проводиться не может в условиях вот этой оккупации, но есть ощущение, что все-таки там население, значительная часть населения понимает, что это ненадолго. И вот эта оккупационная администрация, которая на самом деле сейчас находится действительно в такой, ну, вот в ситуации полицая, прислужников немцев во время Второй мировой войны, они, в общем-то, тоже понимают, что, в принципе, это все, власть их недолгая. Поэтому вот здесь, Херсонская, Запорожская область, вот здесь, я думаю, что такое решение может оказать воздействие на население и предостеречь их от поспешного получения российских фасфортов. Вот именно точечно, вот в этих регионах это может быть как-то эффективно. Хочу с вами обсудить цифры Института социологии Российской Академии Наук. Там исследование, вот сейчас я себе увеличу, от 2010 до 2021 года отношение респондентов к политической системе общества. И я думаю, наши зрители смогут увидеть эту картинку на экране. Смысл в том, что в 2021 году, вот летом 2021 года, цифры были похожи на цифры 2011 года, то есть всех этих волнений на Болотной площади. И здесь, в общем-то, ученые делают такое предположение, что время так называемой специальной военной операции, оно может быть связано именно с настроениями людей, да, и дальше я уже от себя говорю, что если бы оно не перекинулось во внешнюю агрессию, то оно бы могло очень сильно перекинуться во внутреннюю агрессию на власть. Как вы оцениваете вообще эти цифры, какие выводы делаете вы? Ну, сначала я бы хотел высказать довольно скептическое отношение к любым методам опросной социологии. Значит, это не значит, что вообще не надо на это обращать внимание, просто к этому надо относиться как к очень искаженным данным, потому что в условиях тоталитарного фашистского режима любая опросная социология, скажем, имеет очень ограниченную применимость. Ну, понятно, что там, например, в Третьем Рейхе какой-то опрос граждан Третьего Рейха, ответы на вопрос, как вы поддерживаете, не поддерживаете политику Гитлера, или во времена сталинского режима, там, какой-нибудь 37-38 год, или там, не говоря уже о периоде Второй мировой войны, вот подобного рода опросы они вызвали бы, конечно, панический страх, либо отказ отвечать, либо ответы такие, которые выгодны, соответствуют последней передовице права, газеты права. Это совершенно очевидно. То есть, ну, вот человека спрашивают, вы как, там, в 41-м или 43-м году спрашивают, вы как поддерживаете политику Сталина? Ну, как нужно отвечать на такой вопрос в условиях? Да, конечно, поддерживают, товарищ майор, разрешите идти, товарищ майор. Значит, то есть, это, ну, вот в какой-то степени вот это и сейчас, потому что известно, что количество отказов, вот очень было бы интересно, если бы каждому такому исследованию прилагалось бы количество отказов. Вот мои собственные исследования, они, естественно, сейчас не касаются вот такого массового опроса, но мы проводим регулярные стрит-токи, то есть опросы уличные, и более 90% при любом вопросе, связанном с Украиной, при любом вопросе, связанном с поддержкой, любом политическом вопросе, 90 с лишним процентов тут же убегают, отказываются, закрывают там камеру рукой, микрофон рукой и так далее. То есть, это совершенно очевидно. Так что я думаю, что и опрос вот этот вот институт социологии, он тоже в значительной степени именно такое количество отказов там было. А это значит, что думают на самом деле 90% людей в этом опросе не отражено. Тем не менее, все-таки динамика есть динамика. И, безусловно, вот этот всплеск негативного отношения к политической системе России накануне, так сказать, вот этих вот волнений, белоленточных волнений 2011-2012 года, он совпадает, видимо, с тем, что было в 2001 году. У меня есть очень сильные сомнения, что вот эта агрессия, она связана с тем, что было опасение переноса протестов во внутреннюю сферу. Потому что, ну, на сегодняшний момент никакой угрозы, вот там, в 2021 году, в 2020 году, и, ну, скажем так, в период после белоленточной вот этой вот так называемой революции 2011-2012 года никакой угрозы массовых протестов не было. Потому что, во-первых, оппозиция была... Некому было выводить на эти протесты, абсолютно некому. Оппозиция вся была выдавлена, зачищена. Часть уехала из страны, часть была посажена в тюрьму. То есть, ни у кого сегодня опции вывода на организованный протест нет. Кроме того, та армия, которая существует в России, на сегодняшнем, внутри России, для подавления внутренних протестов, она в численном отношении в несколько раз превышает ту армию, которая сейчас воюет против Украины. То есть, число Росгвардии, ФСБ, ФСО и полиции, оно существенно превышает армию вторжения в Украину. И вооружение для подавления, так сказать, ну там все есть. Там и огнеметы, и танки, и бронетранспортеры, и все что угодно. Поэтому, я думаю, причем совершенно очевидно, что путинский режим готов подавить любое массовое выступление ну, такими методами, по сравнению с которыми площадь Тянь-Айминь в Китае, уничтожившая студенческие протесты, покажется просто детской прогулкой. Так что угрозы какой-то здесь нет. Я думаю, что эти причины связаны действительно с определенным... Обратите внимание, вторжение в Украину, оно последовало сразу после вот этого безумного ультиматума, или, скажем, требования о капитуляции Запада, которое было 15 декабря 2021 года. То есть, на самом деле, Путин, безусловно, начал войну против Украины, как войну с Западом, войну с НАТО. То есть, сначала было требование НАТО, как вы помните, собирать монатки и убираться за границу 1997 года. Требование, так сказать, разоружения. Ну, короче, НАТО, встаньте на колени и ползите, так сказать, назад. И вот война против Украины, агрессия против Украины была как продолжение вот этой вот антинатовской, антизападной истерики. Это, ну, скажем так, нарастание безумия в голове Путина, ощущение Путина, с одной стороны, исторического тупика. То есть, в общем, он в глубине души понимает, что его политика антизападная, так сказать, антицивилизационная, курс на деградацию – это тупик. И поэтому единственный возможный способ – это повышение ставок. Так что я все-таки думаю, что причины, конечно, связаны с внутренним, с внутренним кризисом, с внутренним, с ощущением тотального отставания. И здесь попытка просто вот нанести удар, ну, что называется, перевернуть доску. Вот когда человек в шахматах, ну, знаменитый шахматный тур Остапа Бендера, когда он все проиграл, в результате он просто запустил шахматной доской в лампу, то есть перевернуть доску. Вот это, мне кажется, причина. Ну, а каких-то серьезных опасений, ну, понимаете, ну, некому. Население России сегодня дезинтегрировано, дезорганизовано, запугано. Ну, а уж после объявления войны, после того, как 15 лет за слово дают, ну, пока, правда, только 7 лет дают в реальности, но, тем не менее, тоже тяжело. Поэтому, я думаю, что никакой угрозы, там, внутреннего восстания, протестов сегодня, ну, дуют на воду, зачищают по-прежнему, по-прежнему сажают, по-прежнему, так сказать, арестовывают, задерживают, объявляют иноагентов, выдавливают, но вот какой-то угрозы сейчас просто реально нет. Сейчас Россия, все новые и новые государства, европейские, демократические, развитые, вносят в список недружественных. У меня вопрос. Россия все-таки движется к Советскому Союзу, там, где можно было путешествовать, и то по разрешению только в страны соцлагеря? Вы знаете, сложный вопрос. Конечно, для многих это идеал, но реально на сегодняшний момент России выгодно, путинскому режиму выгодно, чтобы люди уезжали. Просто уехал, все, значит, внутри будет, так сказать, спокойнее. Одного протестного голоса минус, то есть изнутри нахай клевещен, как говорится. Поэтому пока тактика такая, насколько она может измениться в сторону полноценного железного занавеса, когда действительно, так сказать, из России выезд, как в Советском Союзе, был фактически запрещен и приравнивался к измене Родины, хотя уехавших все чаще и чаще называют изменниками-предателями Родины. Но после того, как они уехали. А сам по себе выезд, он разрешен. Очень такой опасный сигнал, что в пользу вашего предположения, это МИДовское решение о запрете еврейского агентства Сахну, которое существовало долгие годы в России. В Советском Союзе оно было запрещено. В России постсоветской, в Ельцинском оно действовало. Это агентство, которое осуществляет помощь евреев для выезда, для репатриации в Израиль. И вот сейчас идет неоднократно такие предупреждения, заявления были, но сейчас очень серьезно. Сейчас действительно попытка серьезно противодействовать и ликвидировать это агентство на территории России. Не знаю, к чем это закончится. 28 июля вроде как будет первый суд. Посмотрим. Но это серьезный симптом. Это сигнал в сторону такого железного занавеса. Возможно. Честно говоря, мне сложно сейчас оценить вероятность полноценного железного занавеса, потому что это очень многим вещам противоречит. Но в принципе, в пользу этой версии говорит то, что значительная часть, практически вся путинская верхушка, она на сегодняшний момент находится под санкциями. То есть они не могут выезжать в европейские страны, в североамериканские страны, в целый ряд других стран. То есть это, ну раз им нельзя выезжать, но почему всем остальным можно? То есть вот это ощущение, так сказать, несправедливости, которую путинская верхушка воспринимает как несправедливость по отношению к ним, оно может действительно вызвать вот такой вот железный занавес. Ну раз нам нельзя, то пусть всем остальным тоже будет нельзя. Хотя, безусловно, это приведет к еще большей изоляции. А учитывая то, что путинская Россия неизмеримо больше зависит от внешнего рынка, чем Советский Союз, Советский Союз все-таки был в значительной степени самодостаточен. Не полностью, конечно, но в большей мере, чем путинская Россия. Путинская Россия целиком зависит от внешнего рынка, и поэтому вот такая вот изоляция, такой железный занавес, это, конечно, будет самоубийством. Но экономическое самоубийство, цивилизационное самоубийство, в отличие от личностного самоубийства, для Путина вполне возможно. Хочу вас спросить по поводу Приднестровья. Вот сейчас последние заявления, которые были, собственно, от руководства, так называемого самопровозглашенного Приднестровья, о том, что они хотят войти в состав Российской Федерации. Молдовы реакция о том, тогда пусть российские войска выходят с территории, о том, что Молдова не будет пропускать на ротацию туда российских военных. Ну, в принципе, тогда, если Молдова не дает проход, то единственный проход – это Одесская область. Ну, Румыния, естественно, в этой конфигурации не может быть использована Российской Федерацией. Дальше в Foreign Policy пишут, они считают, что в 2023 году Российская Федерация будет предпринимать усилия для того, чтобы захватить Одессу. Вот тут очень все комплексно. И Третья мировая, и еще одна зона конфликта, и плацдарм для Одессы. Вы видите, чтобы эта ситуация могла разрешиться в какую-то из этих сторон? Или это просто риторика? Ну, на сегодняшний момент, опять-таки, понимаете, риторика, безусловно, сохраняется. И то, что российская информационная обслуга постоянно говорит о том, что необходимо, так сказать, брать Одессу, необходимо отрезать Украину от Черного моря. Это постоянно звучит на всех федеральных каналах. Это, в общем-то, достаточно общее. Ну, там были разговоры о том, что необходимо там пробить, так сказать, коридор, причем не Суварский коридор, а коридор по побережью Балтийского моря к Калининграду. То есть, вот такие, ну, это фактически агрессия против нескольких стран НАТО, значит, четырех стран НАТО, и Польши, и трех балтийских стран. То есть, это, на самом деле, постоянная риторика существует, но безумцев хватает, российские телевизоры культивируют этих безумцев. Все будет, все, на самом деле, будет, опять-таки, решаться на поле боя, и на сегодняшний момент, ну, шансы на оккупацию Одессы, они крайне невелики, учитывая то, что сегодня Украина, ну, во-первых, отвоевала все-таки остров Змеиный, который в значительной степени является таким контролем за, ну, не бог весь, какое там значение его, может быть, несколько преувеличено, но, тем не менее, это, в общем, такой контрольный пункт. Значит, второе, это то, что украинская армия, украинские артиллерийские силы, и они доказали, что они могут уничтожать российские корабли Черноморского флота. И вероятность десантной операции, высадки десантной, она на сегодняшний момент крайне невелика. Что же касается оккупации Одессы с суши, то, ну, здесь тоже, в общем-то, скорее всего, опять-таки, если западное вооружение будет поступать в соответствии с договоренностями, то я думаю, что каких-то планов на оккупацию Одессы у российского командования будет очень немного, потому что у них будет другая задача, у них будет задача сохранить оккупированные территории, а не захватывать новые. И, в общем-то, на сегодняшний момент, да, действительно, идет... Российская армия сегодня потеряла примерно, ну, по разным оценкам, я сейчас не хочу вдаваться в цифры, но там в диапазоне между общими потерями порядка, имеется в виду потери безвозвратные, убитые и тяжело раненые, это где-то от 100 тысяч человек, это украинские оценки, до примерно 35-50 тысяч человек, это оценки британской разведки. Значит, я полагаю, что такие потери, конечно, восполнимы, потому что сейчас идет ползучая, так сказать, призыв вооруженной силы, мобилизация, значит, там батальоны именные создаются, призывают, вербуют в армию в контракт на уголовников, но это все-таки неквалифицированные, так сказать, военные силы, это, в общем, в основном пушечное мясо. Поэтому качество этой восполненной группировки, оно будет не очень высоко. Поэтому шансов противостоять в значительной степени все-таки решает не количество людей, а качество, прежде всего, артиллерии. А здесь полное преимущество сейчас в ближайшее время будет на стороне Украины. Поэтому шансов оккупировать Одессу, я полагаю, очень немного. А значит, и попытаться сделать какой-то коридор, прорваться к Приднестровью и оккупировать, присоединить к России эту территорию Молдовы. Я думаю, что вероятность такого развития событий, она минимальна, близка к нулю. Сейчас вот некоторые сюжеты по российским телеканалам, они больше похожи на какую-то трагикомедию, они появляются все новые и новые. Это касается в основном гробовых денег и как родственники их тратят. Уже целый мем существует про этих белых жигулей. И вот сейчас новый скандал. Отец бросил сына, когда он был еще маленьким, 20 лет не участвовал в воспитании, даже на похороны не пришел, но зато от государства получил за него деньги. Вот они теперь с матерью, которая сына воспитывала, судятся. Мне просто интересно. Вот Россия – это страна достаточно тоталитарная. Те сюжеты, которые появляются на каналах, они же одобряются. И о том, как купили машину счастливые родители, и о том, как судятся. Это же все показывает некие системы поведения, некоторые шаблоны для всех остальных. Зачем это делается? Неужели переносится действительно вот этот фокус с того, что человек умер, это трагедия, до того, что, смотрите, есть деньги, и как ими можно распорядиться? Ну, на самом деле, действительно, эти одобряемые стандарты поведения, так сказать, что сын пошел на фронт и умер, обеспечил семью, это одобряемые стандарты поведения. Насколько он поддержан большинством населения – это большой вопрос. Еще раз говорю, да, действительно, существуют вот эти одобряемые стандарты поведения, которые внедряются. Насколько успешно, сказать, довольно сложно, потому что те, кто поддерживает, они публичные, они активные, они совершенно спокойно говорят об этом в социальных сетях, и в публичном пространстве, выступают по телевизору. Что же касается тех, кто против, ну, вот, для них есть 15-летний срок за пределы, до 15 лет, за высказывание неодобрения по отношению к войне. И это существенно деформирует картинку, потому что это так называемое спираль молчания. То есть даже большинство людей, которые придерживаются, скажем, ну, предположим, я не утверждаю, но предположим, большинство людей, которые придерживались бы, значит, вот, антивоенной позиции и выступали бы против этих стандартов, они молчат, потому что они запуганы, они задавлены, и, в общем-то, находятся всеми силами массовой информации, и показывают, что они ничтожное меньшинство, которое должно молчать в тряпочку, иначе 15 лет. Так что здесь деформация довольно серьезная. Но, тем не менее, да, это приводит к какому-то успеху, к насаждению. Зачем это делается, вполне очевидно. А чем еще можно, так сказать, привлечь людей? У Путина есть проблемы, ему нужно новое пушечное мясо для продолжения своей авантюры. А чем еще можно привлечь? Там даже в условиях, там, сталинского режима, когда были проблемы с мобилизацией, но, тем не менее, там хотя бы была какая-то логика, да, на страну напали, уж какая не есть эта страна, тем не менее, так сказать, напали, есть внешняя агрессия защищать свою землю. А здесь-то что? Никто на Россию не нападал, и, в общем-то, для любого более-менее вменяемого человека очевидно, что кто на кого напал, и на чьей земле происходит эта война. То есть, в конечном итоге, ну и кроме всего прочего, ложиться в украинскую землю, или приезжать в гробу, это, в общем-то, ну более-менее понятно каждому, не самый лучший вариант развития событий. Поэтому, в общем, люди не очень охотно идут на контракт, не очень охотно сейчас массового уклонения от призывов в армию. Огромное количество контрактников, уже насчитывающие тысячи человек, отказываются от контракта. С этим что-то надо делать. Поэтому насаждается вот такой вот стандарт поведения. «Иди на войну, обеспечь своих родителей, отблагодари их за свое рождение тем, что они получат «Жигули». Да, вот солдаты превращаются в белых «Жигули». Значит, это, в общем, достаточно понятная тактика пропаганды. Ну, на самом деле, я очень сомневаюсь, что она лазымеет успех, потому что в конечном итоге инстинкт самосохранения у людей все-таки есть. Одно дело, сидя на диване, болеть за своих, которые, так сказать, уничтожают на чужой земле украинцев, а другое дело, самому идти и ложиться в украинскую землю. Длительное время, ну, не говоря уже как минимум год, но вот с начала войны тоже очень много было разной информации и в иностранной прессе, и в анонимных телеграм-каналах о том, что Путин болен, Путин очень болен, Путин вот настолько болен, что вот скоро конец. И вот сейчас мы вас бы не услышали от американцев, что, ну, по их данным, Путин, ну, как бы не болен, да, ничего с ним такого. Ну, мы понимаем, что он не молодой человек, что какие-то болезни у него, действительно, есть, но вот чего-то того, что помешает ему выполнять функции президента, нет. Как вы думаете, почему сейчас есть эти заявления? Ну, вот, нет, давайте, я не буду подсказывать, что я еще хотела спросить. Да, вот почему это сейчас происходит? Ну, что касается заявлений, которые уже несколько лет, я лет 10 слышу разговоры о том, что Путин смертельно болен, у него там то рак, то, значит, там, я не знаю, так сказать, эбола, то сифилис, я не знаю, что там, рак мозга и так далее. Ну, в общем, все эти сказки, это есть такие специальные люди, их несколько человек, которые внутри России это все распространяют, причем с утра, так сказать, Путина закапывают, к вечеру его откапывают, вот, это все имеет единственный мотив, это мотив собственного пиара. То есть, на самом деле, это та сенсация, на которую клюют, там, это распространяют, значит, западные СМИ некоторые доверчивые, это все понятно совершенно для чего делается. То есть, это собственный пиар, потому что, если мы сейчас в нашем с вами эфире скажем о том, что, значит, Путин смертельно борен какой-нибудь там тропической лихорадкой, которую он лично подхватил там от лидера Ирана через рукопожатие, то, да, безусловно, это приведет к существенному увеличению просмотров, да, ну, и к потере нашей с вами репутации одновременно. Но есть люди, которые репутации не очень дорожат, и вот они распространяют такие фейки для собственного пиара. Это, конечно, полная ерунда, но, скажем, мы с вами не являемся лечащими врачами Путина, по крайней мере, я точно не являюсь. Поэтому, да, поэтому говорить о том, какое у него там состояние здоровья, он о нем очень тщательно заботится, там, его сопровождают армии врачей, армии людей, которые собирают его биоматериалы, специальные резервуары. То есть это, он и по внешним признакам, так сказать, это вполне здоровый человек, здоровый, который соответствует. Он всего на полтора года моложе меня, и, в общем, я понимаю, что в таком возрасте, естественно, там иногда бывает плохое самочувствие. Но это совершенно не означает, что он смертельно болен. Значит, что касается вот последних сообщений о том, что он здоров, то я считаю, что это очень правильное сообщение, потому что с точки зрения состояния общественного мнения, в том числе и вот тех людей, которые против путинского режима и против этой войны, я считаю, что распространение информации о том, что Путин смертельно болен и вот завтра он умрет, это очень плохая история, потому что они порождают неоправданные надежды. Если Путин завтра умрет, значит война закончится, и поэтому не надо ничего делать, не надо давать Украине вооружение, не надо сопротивляться, украинской армии тоже не надо ничего, не надо жертвовать своими людьми, надо просто подождать до завтра. Путин умрет, и все будет хорошо. Это плохая история, это плохая информация, поэтому я очень хорошо отношусь к тому, что эту информацию развенчивают и дают квалифицированное заключение, что ничего не происходит, и, к сожалению, избавление от путинского режима лежит в основном через сокрушительное поражение путинских войск на поле боя. Разгром их, уничтожение, и вот тогда действительно уже кончина этого фашистского режима будет в значительной степени, ну, очень-очень вероятна. Как, собственно говоря, и кончина большинства фашистских режимов в 20 веке, она произошла через их военное поражение. Игорь, большое вам спасибо. С нами был Игорь Яковенко. Оставайтесь на Политэко онлайн, не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии. Я, Инга Безеря, с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok